Это тем более подробно обсудим с Алексеем Барановским, это адвокат, советник по вопросам коммуникации российской оппозиции Легиона Свобода России. Здравствуйте, Алексей, рада вас приветствовать. Здравствуйте. Доброго дня, рад всегда вас тоже. Алексей, давайте более подробно начнем с выборов как раз. Если вы позволите, о предстоящих выборах президента Путина я бы так и сказал, потому что выбора, как показывает практика, на протяжении многих лет нету. Но все же, подобного рода выставки, о которых мы только что сказали, выставка «Россия» о достижениях российской экономики. Но в свою очередь замечаю другое, ведь в российской экономике сейчас не так все сладко. Коммунальные услуги растут, цены на газ растут, цена рубля по отношению, точнее доллара по отношению к рублю, 100 рублей за один доллар. Это ли не показатель реальной экономики в Российской Федерации и того, к чему привел Путин? Знаете, это действительно будет очень, видимо, интересная выставка. Вот как есть определенная непонятная мать в черном квадрате Малевича, так вот эта выставка, наверное, эти голые стены, которые несут особый смысл. То есть это такой будет хит на самом деле современного искусства. Но если говорить всерьез, то, конечно, выставка «Достижения российской экономики» – это такой весьма грустный анекдот, на самом деле. Конечно, они будут делать выставку достижений, которых не существует. Это, скорее, наверное, будет похоже на выставку «Сказок и народов» Российской Федерации. Потому что, ну, о каких достижениях можно говорить? Видимо, будет упор действительно сделан на так называемое импортозамещение. Но, если честно, это абсолютный регресс и в индустриальном смысле, и в экономическом смысле для страны. Но для российской пропаганды не привыкать выдавать черное за белое, ухудшение за отрицательный рост. Мы все вот эти словесные эквилибристики знаем. Поэтому, конечно, ну, будет все как всегда. Как всегда в России фейк на фейк и сказка на сказке. Ничего удивительного. С одной стороны, мы понимаем, что пропаганда достаточно эффективно работает в России, либо работала изначально. Но вместе с тем Путин все-таки побаивается, что электорат может быть против. Настолько ли уже ощутимы те ограничения, которые вводятся странами Европейского Союза против России и, собственно, сама политика Кремля, что все нужно пускать на войну? Потому что были разные ведь оценки экспертов и говорили, что россияне-то будут ощущать, но несколько постепенно, и нужно еще подождать. Но если у Кремля уже есть такие опасения, значит, уже ощущается это все? Ну, санкции и ограничения, вводимые странами Запада, они сказываются прежде всего на технологических отраслях. То есть там самолетостроение, космическая отрасль, любое технологическое производство. То есть для строительства там вот танков и выпусков снарядов пока что у России хватает своих внутренних резервов. И то это все, что осталось от советского, так сказать, периода. Никакого развития инноваций, там, кластеров научных в реальности уже не существует, потому что это невозможно делать в изолированной стране, как невозможно это делать в Северной Корее, так же и в России это невозможно. Тут возможно только при международном сотрудничестве. Но Путин Россию загнал в изгои, вот в этот клуб Северной Кореи, Иран, Российская Федерация. Поэтому, ну, тут что они будут рассказывать? Как выросло сельское хозяйство? Ну, наверное, что-то про это будет. Там вот, опять же, Лукашенко может поделиться опытом там картофелестроения. Ну, вот такие выставки, такие достижения у Российской Федерации теперь. А если говорить, вот вы очень четко подметили, да, выборы президента Путина. Но все же, существует ли какая-то альтернатива внутри, на территории Российской Федерации, либо абсолютно вся оппозиция сейчас уничтожена? Оппозиция, даже, я не говорю политическая оппозиция, а просто оппозиция единомышленников Путина. Оппозиция, как оппозиция в России, на территории Российской Федерации отсутствует. Есть оппозиционно настроенные люди. Они рассеяны по всей стране. Кто-то из них еще состоит в каких-то таких системных партиях, например, Яблоко. Ну, действительно, Яблоко там целых два мандата набрало в Екатеринбурге и в Великом Новгороде по одному. На вот выборах, которые были в сентябре. Ну, говорить, что это всерьез, что это были выборы, мы не можем... Мы изначально, собственно, об этом говорили, и съезд народных депутатов, вот парламент в изгнании российский, да, и комитет антивыборный 2024, что никаких выборов нет. И тем более их не будет в следующем году. Кстати, мы, на самом деле, работаем над тем, чтобы и эти выборы не состоялись, потому что Путин, конечно, может планировать свою кампанию, но то, что он для нее доживет и пройдет все гладко, это еще, так сказать, им нужно будет побороться за свое будущее. Потому что и Украина продолжает контрнаступление, и Легион Свобода России, как мы знаем, осуществляет заходы на территорию РФ. Поэтому у нас, конечно, тоже свой есть план на следующую весну, поэтому посмотрим, как там все будет развиваться. Но дело в том, что Российская Федерация, она все равно вынуждена делать и демонстрировать, что какие-то там электоральные процедуры есть, потому что еще не до конца Путин закрыл страну. Она уже почти закрыта, как до уровня Северной Кореи, но пока что некую видимость для хотя бы стран третьего мира, вот он с вождями африканскими любит совещаться, еще куда-то там посылать своих гонцов месседжей, да. Но пока что он еще пытается делать вид, что что-то там шевелит в сообщественной жизни. Но в реальности этого всего уже нет. Какая разница, как реагирует электорат, если Путину абсолютно все равно на то, как на самом деле настроены голосовать россияне? Зачем беспокоиться об этом сейчас? Ну, во-первых, знаете, привычка большая сила. И Путину нужна для самого себя, для самооправдания некая легитимность. То есть, ну, неприятно же, наверное, ему сказать, да, все-таки я диктатор. Нет, он сам себе рассказывает, вот я опять победил на выборах 99%, или там, сколько там ему нарисуют, 80%, наверное, вроде задание стоит. Поэтому, ну, плюс, опять же, он же рассказывает, что это многополярный мир Российская Федерация строит. На его полюсе Северная Корея и некоторые страны Африки. Ну, для них же он тоже должен рассказывать, что вот я не такой-то самодержант, захвативший власть силовым путем, как это есть на самом деле, а вот я победил на выборах. То, что эти выборы в кавычках, ну, как бы, а кто там проверит? Вот эти купленные наблюдатели, которых они привозят, опять же, из этих разных стран, возят их в турне по оккупированным украинским территориям, они там подписывают бумажки, что все прошло отлично. Ну, как бы, это такой спектакль, шоу, которое Российская Федерация отлично научилась делать. Ну, и оно будет продолжаться, потому что до сих пор Путин считает, это работало, но почему бы от этого отказываться, если это работает? А если говорить непосредственно о будущем, насколько вы видите реалистичность развития сценария будущего России без Путина? Реально ли это в современности, учитывая провальную политику Путина? Я не побоюсь этого слова, она провальная. Ну, рано или поздно, конечно, будет Россия без Путина. Как раз-таки вопрос в том, какой она будет. Если будет инерционный сценарий, когда Путина заменит Мишустин или кто-то, там, Сергей Кириенко там очень претендует на преемника, или там Дюмин, губернатор Тульской области, аннексировавший Крым как в составе ГРУ, то ничего не изменится, может стать только хуже. То есть эта российская агрессия в Украине может быть продолжена, может быть через какой-то перерыв, как с двумя чеченскими войнами, но сущность России и ее внешняя агрессивная политика не изменится. Есть другая Россия без Путина, после Путина. Это та Россия, о которой говорит, опять же, съезд народных депутатов, как теневой российский парламент и легион свободы России, как вооруженное крыло российской оппозиции. Но для этого действительно должны произойти революционные события. Насильственное свержение власти другим способом невозможно, потому что никакие выборы, они не работают в России, никакие митинги, ничего это не работает. Поэтому нельзя быть, понимаете, сторонним наблюдателем. Вот часть российской оппозиции сейчас опять пытаются создавать какие-то фокус-группы для изучения выборов, договариваться о наблюдении. И некоторые даже домечтались до того, что будет второй тур. Но это, мягко говоря, несерьезные все фантазии. Есть только одна стратегия на эти выборы. Это не допустить их, сорвать. Ну и, собственно, рано или поздно легион пойдет на Москву. Легион свободы России будет в Москве. И для этого, собственно, вся российская оппозиция должна работать на эту цель. На то, чтобы реально с оружием в руках сопротивляться путинскому режиму. А не мечтать там о фокус-группах, наблюдениях и втором туре. Многие понимают, вот форум свободной России, там Гарри Каспарова сейчас приняло резолюцию с поддержкой россиян, которые воюют за Украину в составе добровольческих формирований. Будут проводиться акции в поддержку российских добровольцев. Но часть российской оппозиции продолжает витать в облаках и строить планы, как они Путину создадут второй тур. Это несерьезно. Нужно бороться серьезно, как легион свободы России и другие российские подразделения. Да, ну вот еще, что касается электората, очень интересна готовность к новым переменам, потому что старое, если даже и плохое, и не ведет хорошей жизни, но, по крайней мере, известное. А что же может быть от нового, чего стоит ожидать? Люди ведь на самом деле не знают. Свой электорат или просто в целом население России поддерживает Путина или нет. Так или иначе, Путин и путинская пропаганда обрабатывали не один год. И, как по мне, даже не одно десятилетие уже. Так вот, как вы считаете, где гарантия, что россияне будут готовы после вот такой работы все-таки принять не автоматическую какую-то замену Путина, которая в сути не изменит, а действительно кардинально новые и свежие изменения? Понимаете, гарантии никакой нет. Но если ничего не делает, то ничего не произойдет вообще. В целом, я считаю, что ситуация, конечно, с самосознанием российского населения, она печальная и грустная. Но мы не имеем исторический опыт перед глазами гитлеровской Германии. Первые свободные выборы после падения Третьего Рейха прошли через 4 года, в 1949 году. То есть, в принципе, 4 лет переходного периода хватило для того, чтобы немцы в массе своей прозрели, чтобы страна перестроилась на новые рельсы. Что среди постгитлеровского, извините, населения уже можно проводить выборы. 4 года. Да, период деноцификации там длился еще долго, они вычищали, иллюстрировали, арестовывали военных преступников, чиновников Третьего Рейха и так далее. Но общество за 4 года пришло в себя. Мы полагаем, что и российское общество, российское население можно привести в чувство. Будет то же самое. Военные преступники арестованы, чиновники иллюстрированы. Население придет в себя. Переключение пропаганды с зомбирования на открытие правды, оно сработает. Да, это не единомоментный процесс, это нельзя за один вечер вылечить все население. Но переходный период. Мы полагаем, что за 2 года мы можем справиться, через 2 года переходного периода, действительно проводить уже свободные выборы в Российской Федерации. Но для этого, прежде всего, действительно нужно свергнуть путинский режим. А разбираться с его последствиями, ну, придется разбираться. Но если не начинать этот процесс, он сам по себе никогда не произойдет. С вами согласны, Алексей. А какие факторы играют на руку? На самом деле, это усталость, возможно, населения. Потому что, что Кремль пытается пропагандировать? Что от Украины все устанут? Что об Украине все забудут и так далее? Но очень часто Кремль в своей риторике повторяет собственные страхи, пытаясь их несколько изменить и переложить на плечи других. И вот в данном ключе не боится ли сам Кремль, что от него устанут? Но внутри самой России. Мы видели уже по этим сентябрьским выборам тактику российской пропаганды. Они рассказывают в основном не о, собственно, российской повестке. Они рассказывают о том, как плохо у них. Это вот такое перекидывание мостиков всегда. А в Америке еще хуже. А в Украине вообще кошмар. И я не думаю, что ничего, что-то изменится, в общем, на выборах путинских. То есть они опять же будут в основном выдавать внешнюю повестку. Смотрите, как у нас тут духовно, какие у нас скрепы и достижения экономики. Вот там на выставке есть, можете посмотреть. То, что вы их не чувствуете в своем кошельке, это не важно. Вот на выставке они есть. Верьте нам. И то же самое будет повестка про Украину, про освобождение народов Донбасса. Как счастливо теперь живут люди в оккупированной части Запорожской области. Вот эта повестка будет рассматриваться. Про российскую ситуацию опять-таки они будут умалчивать. Будут нагнетать, что смотрите, как все плохо в Украине, как загнивает Запад. Мы видели вот эти смехотворные просто ролики там про жизнь в замерзающей Европе. Вот это все безумие, карнавал, он будет продолжаться дальше. Ну, собственно, на это и рассчитано, что поскольку о своей ситуации внутри России сказать им особо нечего, кроме мефотворчества, поэтому они будут смещать фокус внимания на то, что как у них плохо, смотрите, как при Путине по сравнению с ними. Вам хорошо. Вот такая будет направленность пропаганды. Но, в свою очередь, что самое обидное, ведь россияне верят этому, россияне, которые очень любят российский телевизор. Ну, кто-то верит, но на самом деле люди делают вид, что их это все не касается. Значит, позиция такая, мы люди маленькие, ничего не знаем, вот как там Путин решил, так пускай оно и будет. То есть их больше на самом деле всегда интересует холодильник, чем телевизор. Пока голода не допускается, ну, вроде как жить можно. Там ядерный электорат путинский, там пенсионеры-бюджетники, им худо-бедно платят. Платят стабильно и как бы так, чтобы не допускать таких каких-то волнений и брожений в умах. Поэтому такие подачки вот именно бюджетникам, пенсионерам, они продолжаются. И они отвечают, что называется, стабильным отношением, не вмешиваясь в эти процессы. Ну, собственно, пропаганда, да, но холодильник пока что не опустел. То есть, вот то, о чем я говорил раньше, санкции работают, но они работают, во-первых, медленно, во-вторых, на высокотехнологические отрасли, не допуская развития. Но к коллапсу экономики пока что это не привело. Значит, нужно больше санкций. Это на самом деле удивительно, что нужно довести до крайней точки, не знаю, голода какого, отчаяния, для того, чтобы решиться на лучшие перемены, вместо того, чтобы это сделать при первых только зародышах такого режима, который сегодня, да и не только сегодня, уже давно господствует в России. Алексей, мы благодарим вас за то, что вы... Мыслим, еще раз видим, что Украина не Россия. В Украине это бы уже привело к очередному Майдану, в России нет. Благодарим вас за то, что вы присоединились к обсуждению этой темы, Алексей. Напомню зрителям, что Алексей Бурановский, адвокат, советник по вопросам коммуникации, российской оппозиции и Легионной свободы России, был с нами на связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom of Telegram, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Telegram в описании.